Микаэль Агрикола – одна из самых высокопочитаемых личностей в Финляндии. Реформатор – создатель финской письменности. Для наших северных соседей он является фигурой той же величины, что Кирилл и Мефодий для русского народа. В Выборге Агрикола постигал азы знаний, на Выборгской же земле нашел и последний приют. В местечко высокое, там, где умер и был похоронен великий реформатор, сегодня находится памятный знак. И возле него выстроено небольшое помещение, где с весны по конец осени демонстрируется передвижная выставка, организованная волонтерами. Врач Юрий Оглоблин приехал в наши места в середине 80-х и практически сразу заинтересовался историей этих краев. Начали изучать историю, начали искать различные артефакты, книги, литературу поднимать. У нас были и сейчас есть энтузиасты, кровеведы, такие как Анатолий Веселов, который очень много сделал и очень много собрал материал интересного по нашему краю. И, в принципе, он и нашел этот памятник. Памятник, переживший три войны, в послевоенное время был снесен, а гранитная плита оказалась во дворе одного из жителей поселка Красная долина в качестве ступеньки. Дело в том, что как бы то население, которое сюда приехало после обживать эти края после войны, им история вот этого местного населения, которые жили до них, она была неинтересна. Вот и не особо это все поощрилось. Как бы это было, может быть, не совсем патриотично, как бы считалось. Ну, их можно понять, этих людей, то, что задачи стояли огромные – восстанавливать все, хозяйство все и жизнь. Но пришли другие времена, выросли новые поколения, на которые уже мало влияли горькие события, переделав земель. И на этом фоне, естественно, появился интерес к истории, общей для всех народов, проживавших здесь. Вот тогда и обрел памятник Микаэле Агриколе второе рождение. Учащиеся Приморской школы из историко-патриотического клуба Отечества взяли над ним шефство. Они постоянно поддерживают территорию в надлежащем порядке. Кроме того, ребята решили разработать туристический маршрут, который рассказывал бы его участникам о дипломатической миссии прославленного земляка. Свою идею они озвучили на недавней ярмарке молодежных инициатив. Мы хотели сказать с ним проектом тем, что люди должны знать историю своего края, историю других стран, хоть чуть-чуть, но все равно для их кругозора, так как это очень важно. Микаэль Агрикола является важнейшим звеном в развитии Финляндии, также принимал участие в истории России. Но вы хотели, чтобы город помог, да, выборг, власти... Да, чтобы выборг помог нам осуществить этот проект. Что вы видите, вот что вы хотите? Туристическая тропа, да, насколько это? Да, тропа Королевская дорога, часть Королевской дороги, по которой шла дорога из Швеции в Москву. Вы чем можете помочь в осуществлении этого проекта, вы, ребята? Мы будем проводить экскурсии на этом участке дороги. Сделать, может быть, какого-то здесь места для отдыха какого-то, может быть, кратковременного, заодно и с большой, так сказать, культурной нагрузкой. 555 лет назад здесь, по льду залива, после успешной дипломатической миссии в Москве, возвращалось в Финляндию посольство. Абосс двигался вдоль берега и сделал ночевку только в одном месте. Успешная миротворческая миссия шведской делегации омрачилась в конце долгого пути. Епископ турку Микаэля Грекола умер на следующий день обратной дороге, когда по его просьбе ему помогали выйти из саней. Он упокоился тут же, но через год его останки были перевезены в Выборг, а затем место захоронения затерялось. Возможно, и эта тайна будет когда-нибудь разгадана. С такими энтузиастами вполне возможно. Наталья Березовская, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова